Дорогой Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это время. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты собираешь нас всех вместе во имя Твое и даешь нам время и разум вникать в Твое Писание, Боже. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие на этом месте и Твою верность, Боже. Спасибо Тебе, Отец. Мы отдаем это время Тебе и просим, Господь, научай нас Твоим путям. Бешем, ешо, машехейну. Амин. Амин. Возвращаемся к четвертой главе книги бытия, к истории Каина и Авера. Скажите, пожалуйста, что нам говорит слово «также»? И он. Апосля. Апосля. Есть вопрос. И он. Как же это повторение? Я ответил на Ваш вопрос? Пожалуйста. Теперь закрываемся дружно Библией и возвращаемся к нашим представлениям. Да? Вы имели мудрость почитать вчера это местописание, да? Закрываем Библию и возвращаемся к нашим представлениям. Кто-то почитал вчера четвертую главу? Ну, кто-то почитал, потому что вопрос возник. Или это было уже сегодня? Нет, это было вчера. Ну, кто-то это сделал, да? Ну, не полностью главу. Ну, хотя бы историю, когда два брата решили что-то сделать, да? И мы выяснили, что оказывается, первым был все-таки Каин, а Авель так же. Так же. То есть, он был последовательным. Если бы сказано было, что Авель принес, а Каин так же это сделал, ну, понятно, что последовательность приношения была бы другая. Не говорится о том, что это произошло в разное время. Это могло произойти в одно и то же время. Они могли это сделать вместе. Здесь мы, как бы, не говорим таких вещей. Но мы говорим о том, что инициатива, судя по тексту, принадлежала все-таки Каине. И дальше вот что-то произошло с принесением даров. Дар одного был принят, а другого не был принят. Я правильно понял? Вы точно так думаете? Принято были оба. Принято были оба. Но удовлетворил? Но удовлетворил? Нет, там по-другому. Презрел или не призрел? Презрел на что? На дар. Вот в этом вся и суть очевидного вопроса. Мы думаем о дарах. Дар одного брата был принят, а другого брата, соответственно, дар был не принят. Очевидно, дар был нехорош. Да? И один дар он устраивал Всевышнего, а другой дар он, собственно говоря, по каким-то причинам Всевышнего не устроил. Да? Да. Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, а почему же тогда Всевышний призрел на дар Авеля, а на дар Каина не призрел? Мне кажется, можно? Ну, там по Пописанию, если рассматривать, он сначала призрел на Авеля, а потом на его дар. И по, как бы, я так думаю, это мое мнение по контексту, сначала он рассматривал личность, сердце личности, а потом уже дар. Это мое мнение. А потом, далее там написано, а на дар Каина, точнее, а на Каина и на дар его не призрел. То бишь, он тоже рассматривал, в первую очередь, сущность человеческую, а потом его дар. Угу. Значит, поскольку земля на тот момент, можно сказать, только-только отстранена была от Эдема, от человек, климатические условия были намного лучше, чем сейчас. И сельскохозяйственная деятельность в плане выращивания растений не составляла особого труда. Посеял, потом пришел, собрал урожай. То есть, вкладывать в это свое сердце, себя, свой труд какой-то особо не нужно было. Значит, еще один момент, куча свободного времени, занимайся все остальное время, чем хочешь. Тогда как скотоводство предполагает работу без выходных, соответственно, вклад своего сердца, забота об этих животных. При всем при этом, нужно еще учитывать такой момент, что, в принципе, они не ограничены были в выборе своей деятельности. Значит, и, соответственно, можно сделать вывод, что каждый выбрал себе род занятия именно по тому, что было в его сердце. Чем хотел человек, тем и занимался. Значит, еще один момент интересный. Человек, занимающийся выращиванием растений, он наверняка изначально просчитал свою предварительную прибыль из этого. Поскольку растениеводство и скотоводство отличаются тем, что доход от растениеводства намного выше. Одно посеянное зерно приносит, ну, как минимум, 10 колосочек. Тогда как одна овца приносит 2-3. То есть, соответственно, процент дохода уже намного ниже в овцеводстве. Значит, и есть еще один момент, уже непосредственно из текста истекающий, значит, где, значит, у Каина поникло лицо, и Всевышний четко, конкретно говорит, если делаешь доброе, не поднимаешь ли лица. А мы знаем, что у Каина лицо поникло, стало быть, он не делал доброго. То есть, образ жизни его в свободное от работы время абсолютно не устраивал Всевышнего, он не делал доброго. Ну, как бы это моменты, которые вот когда-то мне были открыты, потому что я... Однажды мне задали вопрос, почему Авель убил Каина, мы начали с братом размышлять на эту тему, Дух Святой сошел и эти моменты открыл. Итак, меня все-таки интересует, дар являлся причиной, потому что здесь была сказана очень интересная мысль. На самом деле, дар был ни при чем. Бог принял человека. Так вот, Бог принимал человека или дар? Он принимал сначала человека, потом дар. Но исходя из сердца его... Сейчас мы будем говорить, исходя из чего. Пока очень интересно, человек или дар. Потому что я, в общем-то, говорил о том, что дар был принят или не принят. И спрашивал вас о том, когда вы все дружно согласились с моим мнением, почему дар одного был принят, а дар другого не был принят. И я спрашивал, очевидно, дар был нехорош. Вы все сказали, да, и взялись отвечать именно на этот вопрос, но отвечали совсем на другой. Я понимаю. Они обычно не отвечают на вопрос, они задают другой. Но вы как раз отвечали. Ну-ну. Так все-таки я терпеливо вернусь. Сам дар имел значение для Бога или нет? Имел. Тогда... Я думаю, не совсем он имел. Ну что? Отчасти... Мы пока ограничимся. Если мы каждый начнем свободно полемизировать на эту тему и немного проповедовать, мы не закончим. Поэтому давайте будем высказывать свою точку зрения достаточно лаконично. Имел. Да. Я думаю, что имел, потому что, наверное, Адам рассказывал, как Бог сделал. Опять же, кровь, завет там. Кровь, завет и все. Я думаю, имел. Имел. Хорошо. Еще кто как думает? То есть, есть такое мнение, как дар Алина был связан с жертвой, с кровью, да? А дар Кайна был продуктом проклятой земли. Да? И очевидно, поэтому, может быть, он не устроил Всевышнего. Тут проблема некоторая. Я ближе к Писанию, чем к Откровению. Пока с Откровениями чуть-чуть позже. Я думаю, что если все-таки придерживаться текста Писания, Бог расценивает дар, исходя из того, кто его приносит. Каков внутренний тот человек, который приносит ему дар. Тем более, что есть Писание, мы можем видеть множество мест, где Бог говорит, что мне дары ваши противны, потому что вы делаете одно, а говорите одно, а делаете другое. Но принимает ли Бог от человека продукты проклятой земли? Да. Где это мы видим? Ну, хлебное возношение. На самом деле, мы видим пять основных жертв, и три из которых состояли из продуктов земли. Хлебное приношение. И могли содержать из-за отсутствия финансов тоже хлеб. Вторая часть. Десятина являлась святыней. Да. Из чего она состояла? Итак, очевидно, что по тексту, большое спасибо, видно, что Бог принимает человека. И презрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар не презрел. Вопрос не в даре. Бог сосредоточил свое внимание на человеке. И абсолютно верно было замечено, что два брата занимались абсолютно разным видом деятельности. Да? Да. Один занимался растеневодством, а другой занимался животноводством. Относительно того, что было легко возделывать, и это было все рядом, я позволю себе немного не согласиться. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ела дерево, которым я заповедал тебе не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Это было уже сказано кому? Я продолжу, потом, пожалуйста, я ничего не возражаю. Тернии и волчья произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твою будешь возделать и есть хлеб. Я это сказал в сравнении с нынешней ситуацией. Если сейчас растеневодство выгоднее овцеводство, то тогда и подавно. Нет, я не имею ничего к тому, что выгодно и что невыгодно. Я говорил о той части, что растеневодство не требовало больших затрат и усилий. Я говорил о той части, что как бы земля была, в общем-то, только что. Вот недавно был ЭДМ, все было хорошо, и тут все изменилось, и это как бы было недавно. И поскольку это было недавно и очень близко к ЭДМу, поэтому не требовало больших усилий. Очевидно, что Всевышний говорит, у тебя есть легкие проблемы, и ты будешь добывать хлеб в поте лица. То есть это занятие требовало достаточно больших усилий. Я об этом. Я сейчас не говорю о процентном отношении, о том, как что возрастает, насколько выгодно один вид занятия, другого вида занятий. Но мы можем сказать, что Адам, он добывал свой хлеб в поте лица. И это было занятие не из простых. Не из простых. Труд земледельца, он, в общем-то, сопряжен с определенными усилиями. Потому что земля, она произрастила что? Тернии волчицы. И, соответственно, сбор урожая, выращивание его, оно сопряжено с определенными усилиями. Почему? Потому что земля произрастает, произрастила тернии волчицы. Значит, там что-то надо было сопать, чтобы бурьян не заглушал чего-то. Ну, какие-то вещи были. И труд, в общем-то, был достаточно серьезным. Итак, мы видим двух братьев с абсолютно разными родами занятия. И род занятий, как мы знаем, тоже справедливо замечено, определяет ментальность человека или его склад, его поведение, его поступки. Определяет род занятий? Мы прекрасно помним, в подсоветское время, если человек торговал на овощном лотке, в быту мы легко определяли этого человека. Да? Могли определить? Могли определить? Да, ну, мы, как правило, это такое нарицательное больше, нарицательное такое сравнение и пример. Или, если человек преподавал в высшем учебном заведении, его поведение явно отличалось от поведения другого человека с другим родом занятий. То есть, род занятий, он накладывает на нас определенные вещи. Если человек, в общем-то, целый день кричит, то в быту, как правило, он тоже достаточно эмоционально и громко может выражать свои. Если человек, в общем, на работе достаточно тихо и равномерно разговаривает, так что студенты засыпают, да? Очевидно, дома его речь не меняется. Да? Род занятий, он определяет манеру поведения, общения и многие другие вещи, которые делает человек, и в том числе его поступки. Земледелие. Один из очень интересных, в общем-то, родов занятий. Земледелие было таким занятием, которое заставляло людей подвигаться к коллективному труду. Да? Земледелие показывало человеку, насколько он зависим от стихии мира и до сегодняшнего дня, в том числе. Скажите мне, пожалуйста, при уровне современной техники, современного земледелия, если придет засуха, мало ли там вырастет? Ну, к примеру, человек напрягся, организовал систему орошения, подвез в воду и поборол засуху. Ну, вот, кремень человек такой сильный был, и он поборол засуху, все, он заставил все-таки этот урожай вырасти. Отлично, он вырос. Но когда он вырос, пошел дождь. Пошел дождь. К примеру, можно убрать урожай? При всем уровне земледелия уже этого нельзя сделать. И человек будет глазками смотреть на этот урожай и видеть, как он погибает, и ничего сделать не может. Саранча, тля, еще какие-то вещи. То есть, стихии мира, они влияют на то, что вырастет на этом поле. И когда мы посмотрим на цивилизации, которые занимались, в общем-то, земледелием, мы увидим, что эти цивилизации, как правило, достаточно активно поклонялись стихиям мира. Ну, и почему поклонялся Солнцу? Ну, основное божество было Солнце. От него зависело достаточно много. Так считали египтяне. И Всевышний, Всевышний, позднее давая законы своему народу, ввел отдельные законы для земледельца, показывающие, что человек не зависит от стихии мира. Такая вакцина называлась год Шмидты. Когда он говорил, каждый седьмой год вы можете не сеять. То есть, того, что вы собрали в шестой год, вам должно хватить на сколько? На два года. Вы это будете есть здесь, потом вы не посеете, вы этого не будете есть, потом вы посеете, и вот здесь вы будете питаться. Вот этот промежуток времени. Не сейте. И когда он говорит, не сейте, в седьмой год, то понятно, что человек должен довериться точно уж не стихиям мира, а такое, в общем-то, лекарство было дано для евреев. Да? И послушание в данном случае, оно должно было быть связано с очень большой степенью доверия Всевышнему. что мы доверяем ему, что нам хватит, и то, что вырастет. Представьте, если бы здесь не выросло, к примеру, да? Что тогда? И год Шмидты – это степень очень большого доверия Всевышнему о том, что он действительно позаботится, и этого хватит. Род занятий, он определял ментальность и отношение к другим. Как это ни странно. Позднее мы видим египтян. Основным видом занятий египтян было что? Земледелие. Культура земледелия. И, казалось бы, какая разница? Один человек занимается земледелием, другой занимается скотоводством. Каждая профессия, как нам говорили, в детстве хороша. Но что мы видим в Бытие, 46 глава, 34 стих? Что мы видим в Бытие, 46 глава, 34 стих? То вы скажите, мы, рабы твои, скотоводами были от юности нашей, до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. Ибо мерзость для египтян – всякий пасущий овец. Странная история. Люди, к другим людям, занимающимся другим родом занятий, иногда относятся, в общем-то, весьма странно. Люди относятся весьма странно к людям, которые занимаются животноводством, другое мировоззрение. И действительно, животноводы, скотоводы проводят свое время абсолютно различным образом. Труд животновода, он не такой тяжелый, как труд земледельца. Земледелец должен обработать почву. Нелегкое занятие. Земледелец должен посадить что-то. Земледелец должен смотреть, чтобы тернии не заглушили. Земледелец должен поливать, если нужно. Земледелец должен собрать все это дело. Земледелец должен сохранить все это, куда-то сложить, потом перемолоть и так дальше. Достаточно много технологических операций, которые делает земледелец. В то же время скотовод, он должен пригнать стадо на пастбище. Он это пастбище садил, поливал, ухаживал за ним. Ну и когда животное съедят то, что он не садил, не поливал и не ухаживал, он должен перевести их в другое место. Да? Он должен привести их к водопою. Он переводит животных с места на место, где у них будет пища и вода. Но эту пищу он насаждал? У него особого занятия, как бы постоянно такого привязки нет. Да, он должен внимательно следить за этими животными. Да, он должен ухаживать, чтобы они не болели. Да, его привязанность к живым существам должна достаточно быть высокой. Но на самом деле, труд не такой тяжелый. И большую часть времени животновод, он что делает? Созерцает. Египтянам тоже было обидно. И они поэтому очень сильно не любили. Да? Авель был скотоводом. Авраам был. Ицхак был. Иаков. Моисей. Давид. И эти ребята, они созерцали. Эти ребята, они созерцали. И в первой главе послания к римлянам написано, что невидимая его вечная слава, она видна через что? Чем занимались эти ребята? Понятно, да? Труд земледельца, он тяжел. Он нужен. Все понятно. Но он достаточно тяжел. И привязывает человека к земле. Очень сильно привязывает человека именно к земле. К зависимости от стихии мира. Это некоторая проблема. Животновод, он понимает больше о природе Бога. Рассматривает творение. Созерцает. Ну, в общем-то, наслаждаясь творением Божьим. И прославляя его. Да? Другой образ жизни. Другой взгляд на мир. Они, в общем-то, не оставляют людей равнодушными. Они не оставляют людей равнодушными. Когда мы трудились в каком-то коллективе, да? Мы работали, что-то делали, все было хорошо. И нас принимали, нас уважали, нас любили, да? Ну, как-то к нам относились. Но наступил момент времени, когда мы посмотрели на жизнь по-другому. Да? Вот мы жили, все было хорошо. Потом мы пришли и сказали, да, кстати, мы узнали, что Бог есть. Остались ли окружающие люди равнодушны к этому известию? Остались они равнодушны? Остались, наверное. Реакция в любом случае есть какая-то реакция. И вы знаете, очень странно. Часто эта реакция негативная. Часто очень эта реакция негативная. Для мужчины, который, в общем-то, стал верующим, ему говорят по-прежнему, слушай, пойдем проведем время с нами. Ты же один из нас. Вы говорите, нет, я не буду участвовать в том, что делаете вы. Как? Ну, был нормальный человек. А теперь что? Ты что, стал лучше, чем мы? Родственники, они остались такими же безразличными? Вы не рассказывали про предательство веры предков? Да? Мне говорили, уж лучше бы ты пил, чем пошел в эту секту. Не говорили ничего такого? До сих пор говорят. Послушайте, что-то с людьми происходит. Они почему-то не хотят, чтобы мы смотрели на жизнь иначе, чем они. Понятно? Все нормально. Занимайся, чем хочешь, но смотри на эту жизнь теми же глазами, что смотрю я. И тогда у нас полный мир и понимание. Но если ты начал смотреть на мир по-другому, чем я, слушай, мне это не нравится. Мерзость для египтян – всякий пасущий овец. Люди не хотят, чтобы кто-то смотрел на мир иначе, чем они. Итак, вернемся к дарам. На самом деле, очевидно, что что-то произошло. Человек решил принести дар. Человек решил принести дар. И мы читали, что было какое-то время, и потом вот это была точка, где люди решили что-то сделать. Очевидно, что человек понимает, человек понимает, что все, что произошло в его жизни, оно каким-то странным образом связано с Всевышним. Да? Это были два парня, которые жили очень рядом, недалеко от Эдемского сада. Их папа, в общем-то, общался с Богом лицом к лицу, гуляя с ним в прохладе рая, дня. И как вы думаете, папа им что-то рассказывал о Всевышнем? И мама, и папа им что-то говорили. И они понимали, что жизнь человека каким-то странным образом, она связана вот с тем, от кого все зависит. И когда папа с мамой поступили каким-то странным образом, их жизнь, в общем-то, изменилась. И папа с мамой, очевидно, рассказывали этим мальчикам, что есть кто-то, кого они достаточно хорошо знали, и кто изменил круто их жизнь. И теперь благодаря одному неверному шагу, в общем-то, их дети имеют некоторые сложности в жизни. И, наверное, говорили им, слушайте, вот с тем вот, кто над нами, шутить, наверное, не надо. Лучше с ним быть в хороших взаимоотношениях. Потому что неизвестно, что будет, если вы поступите так, как мы поступили. Да? Что-то они рассказывали. Мы не можем точно передать, что, но, очевидно, что-то они говорили. И спустя некоторое время, то есть, время какое-то прошло, мы не знаем, какое время. Но мы можем сказать, что если у Авеля были первородные от стада, то, по крайней мере, прошло время, необходимое для того, чтобы они появились. Точно, да? Это мы можем сказать. Спустя какое-то время они решили принести дары. А мы вчера говорили о том, что дары, они умеют что-то делать. Умеют они что-то делать? Когда мы дарим подарки, мы что-то, оказывается, можем выражать. Чувства. И хорошо, когда наши чувства правильны. Когда мужчина дарит подарки женщине, завоевывая ее расположение и рассчитывая на что-то в будущее, куда направлен дар? В будущее. Но если кто-то для меня сделал что-то хорошее, и это, к примеру, не женщина, да? Это мой какой-то хороший друг, который мне что-то сделал. Я, в общем-то, не рассчитываю, что он будет делать это постоянно, но я могу ему просто выразить свою что? Мой дар направлен куда? В прошлом. благодарность за то, что произошло. Мой дар направлен в прошлое. Итак, дары могут быть направлены в прошлое или в будущее. Они умеют говорить. Это способ общения. Да? И если дар направлен в будущее, нам не всегда приятно принимать такие подарки. Иногда кто-то их называет взяткой. Да? И благодарность за будущее это все-таки наверное взятка. Нельзя говорить. Благодарность за то, что ты сделаешь для меня в будущем это нельзя еще однозначно. Вот мы с этой стороны рассматриваем. Взятка. Я не имею против ничего Одессы. Я в общем-то мы чуть-чуть поговорим дальше. Мы посмотрим на природу этой штуки. Он принял этот дар, но что он взял? Да. И теперь он обязан сделать то, для чего дар дали. Отдариться. Это называется взятка. Или это природа идолопоклонства. природа умилостивления божества. Природа умилостивления божества на будущее это природа идолопоклонства. Дар направленный в будущем он очень близок к идолопоклонству. Она не очень тонкая, она очень толстая. Прошлое и будущее. Дар направленный в будущее это природа идолопоклонства. Так поклонялись идолами, принося им дары на будущее. Посмотрим на простую вещь. Все в этом мире принадлежит кому? Псалом 23.1 Псалом 23.1 Не открывайте, я прочитаю. Просто записывайте места описания. Господня земля и что наполняет ее вселенной и все живущие в ней принадлежит соответственно кому? Римлянам 11.1 35.1 или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Еще раз. Кто дал ему наперед? Здесь написано спустя некоторое время. Спустя некоторое время. И когда мы будем смотреть дальше и читать дальше, мы увидим, что Бог дает нам наперед. Все, чем мы обладаем, мы получили от Него. И некоторым людям в Новом Завете уже писалось не обманывайтесь, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, он приходит от Бога. Он приходит для нас от Него. Он приходит для нас потому, что мы что-то хорошее сделали? Нет. Он приходит потому, что он должен нам это дать, и мы прежде дали ему? Нет. Ничего подобного не произошло. Он приходит к нам потому, что Бог Он добрый. И солнце встает над добрыми и над злыми. Он благословляет весь этот мир. И когда человек приносит ему дар, он может договариваться с ним на будущее, чтобы Бог благоволил к нему и в будущем. Но Бог говорит, кто дал мне наперед? Он прежде дал? Нет. Бог дал прежде, чтобы потом как бы вести это Бог благодарный. Да. Чтобы это была благодарность. Да. Чтобы это была благодарность. Можно сказать, это очень хорошая. Но за то, что Господь дает нам каждый день, мы потом благодарим за то, что Он нам дает. Даже за то, что ты живешь, уже должен благодарить Господа, за то, что ты дышишь и тому тому подобное. За все мы должны благодарить Господа. Все снисходит от Него. И славить Его, благодарить, прославлять, все мы это можем. Но мы можем также пытаться договориться с Ним на будущее. Мы можем, конечно, нечто сказать о даре Авена. Очевидно, что Авен принес лучшее. Он принес первородное и от тука лучшую часть. Лучшую часть от стада это первородное и лучшую часть от первородного это тук считался. О Кайне мы ничего сказать не можем, потому что в общем-то сказано, что он принес просто дар, а характеристик дара мы не видим. Но вот что любопытно. Что-то произошло. Что-то произошло. когда люди увидели принятие их даров или непринятие, а мы вспомним, что принятие дара свидетельствовало на самом деле о принятии человека. И предположим нас двое, нас двое, и мы приходим к кому-то и приносим дары. и мой дар принят, а соответственно принят я, а дар моего соседа соответственно не принят. Или наоборот, неважно. Если мой дар не принят, что я должен думать? мне же тот, кому я дар принес, что-то сказал? Мы помним, мы помним, что прежде всего принимающий говорит что-то мне. Если я приношу дар, мы оба, к примеру, да, из молодых людей ухаживаем за одной девушкой. И мы берем одинаковые букеты цветов. И мы приходим к одной и той же девушке. И у одного цветы принимаются, а цветы другого не принимаются. Смотря как преподнести цветок. Если я просто подойду тупо и скажу возьми это тебе, это одно. А если он подойдет и скажешь там Светочка дорогая вот это тебе это цветы, от чистого сердца и тому 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 подобное, она растает и возьмет их лучше. Или допустим, как бы дело в том, я бы хотел сказать, все зависит, немаловажный фактор, кто приносит цветы. И даже если если тот кто приносит цветы. Что, захотел? Меня сейчас просто удивило, но это не к тебе конкретно, но вообще мужская самоуверенность. Сказал несколько слов и женщина должна растаять. предположим, давайте предположим, гипотетически, послушайте, вдруг, давайте предположим гипотетическую ситуацию, я постарался сделать равные условия, вы почему-то решили их изменить. Я причем старался сделать равные условия, я говорил, цветы даже одинаковые. Я понимаю. Еще раз, смотрите, нас интересует принцип, дары были действительно разные, но мы говорили о том, что дары сами по себе не имеют абсолютные ценности перед Богом, потому что он дал все наперед человеку, поэтому его сам дар не интересовал. И в тексте писания мы видим, что внимание Бога было обращено на кого? Значит, соответственно, сам дар не имел особого значения. Согласны? С этим все нормально? Но я еще упрощаю условия. Меня интересует мое переживание, меня интересует мое переживание. Я беру какой-то дар, неважно какой, и для того, чтобы было понятно, я беру достаточно ясную, простую ситуацию, когда мужчина, ну, я не знаю, может, наоборот можно поменять, когда женщина дарит мужчине, но поскольку я, в общем-то, мужчина, поэтому я принадлежу такой пример, я прошу сестер меня простить, мне он проще, когда вы будете учить на эту тему, вы будете приводить другие примеры, чего надо дарить братьям, я знаю точно, что сестра, ну, нормально, если мы испытываем какую-то симпатию, мы дарим цветы, это нормальное выражение чего-то, каких-то чувств, да, и вот два брата приходят к одной и той же сестре, молча, молча, ничего не говоря, улыбаются, оба одинаково, цветы купили в одном и том же магазине, выглядит точно так же, да, одет одинаково, все одинаково, все хорошо, у них равные условия, да, и цветы одного принимаются, а мои цветы, вот, мои, не принимаются, скажите, пожалуйста, я что-то понимаю? я о чем-то догадываюсь? Что меня цветы ерунда, но меня-то не приняли? Почему, как, зачем, это я буду страдать и мучиться чуть позже, что мне надо сделать с этим, это второй вопрос, но я-то понимаю, что я не принят, и Писание очень четко говорит о том, что Каин, он не был принят, и как свидетельство того, что он не был принят, его дар тоже не был принят, и он это увидел точно так же, как и юноша, что произошло, что произошло, что что-то хотели? Нет, я просто поняла, почему. О, пожалуйста. Я так поняла, что если мы на примере девушки, и два одинаковых парня пришли, и два одинаковых подарка, и одинаково, то скорее всего девушка примет подарок от того, которого были какие-то до этого, какие-то общения с парнем, который показывал, допустим, хотя бы уважение ко мне, хотя бы он там здоровался со мной, хотя бы какие-то знаки внимания, хотя бы, не знаю, там комплименты нет, но все равно какое-то общение такое, что мое признание, и какие-то были до этого разговоры, какие-то что-то, что я уже могу доверять этому человеку, и у нас есть какие-то отношения, и я могу принять этот подарок, потому что он меня к чему-то обязывает, или я на него отвечаю, что я знакома, и что мне это приятное отношение, это важно, а если человек со мной не общался, но он что-то хочет от меня, и я его не знаю, я не знаю, он приходит и дарит подарок, я не знаю его характера, я не знаю, о чем он думает, я не знаю его сущности, почему он дарит мне этот подарок, и что он еще в будущем хочет от этого, ну, то есть, я думаю, что так и Абель, наверное, у них были отношения с Господом, и он был рад, и он знал, ему приятно было это, да, так, я поняла, дальше, я поняла, почему, но есть причина, могла я себе, мой мидраж, абсолютно, это мы, братья, слушайте, о чем думают сестры, когда они не берут или берут подарки, это другая история, это другая история, итак, смотрите, мы пока говорим, что что-то человек понимает, когда его дар не принят, а чей-то принят, если бы обоих не был принят, было бы легче, я не знаю, это отдельная история, было бы легче, но, но, когда один принят, а другой отвергнут, что-то происходит внутри человека, и Бог обращается к этому человеку и говорит, послушай, если ты делаешь доброе, на самом деле, как он оценил поступок Каина? Добрый, добрый, он говорит, если ты делаешь доброе, то почему поникло лицо твое, еще раз, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если делаешь, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним, Бог обращается к нему и говорит, послушай, в твоем поступке нет ничего плохого, в принесении дара есть что-то плохое, с мотивом может быть проблема, с мотивом может быть проблема, с реакцией могут быть проблемы, но само выражение принесения дара является ли чем-то плохим? нет, сам поступок принести дар, он хорош, он хорош, точно так же, как деньги хороши, но использовать их можно порадовать, отношения к ним может быть абсолютно различны, но от этого сами деньги, ну, теряют свои качества? нет, точно так же, и поступок принесения дара, он хорош, точно так же, и поступок принесения дара, он хорош, но мотивы, с которыми приносил он этот дар, вопрос, реакция на то, что произошло, вопрос, и Бог обращается к нему и говорит, послушай, грех, он лежит возле твоих дверей, но ты можешь что делать? И это чей выбор? Человека. Что он сделает и как он поступит с тем грехом, который лежит вот там? И мы поговорим после перерыва о том все-таки, что же двигало одним братом и что двигало другим.